Участники демонстрации выстроились в единую колонну, держа в руках триколоры и воздушные шары. По традиции шествие началось вместе с боем курантов ровно в 10 утра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во главе колонны руководитель города Дмитрий Владимирович Овсяников, представители правительства Севастополя и депутатский корпус. Следом идут профсоюзы и трудовые коллективы. Это и представители коммунальных городских предприятий, школ, детских садов, медицинских учреждений, вооруженных сил страны, творческих коллективов. Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя. Выпишите на связи с его правительством России. Я поздравляю всех севастопольцев с праздником весны и труда. Я желаю хорошего настроения, хорошей погоды. Я желаю всем, кто искренне хочет вложить в город свои силы, свое трудолюбие, свой труд. Это сделать не только 1 мая, а сделать в течение всего года и испытывать от этого искреннее чувство. Вот сегодня мы видели много радостных лиц. Я желаю, чтобы это было круглый год. Праздничная атмосфера, весеннее настроение, солнечная погода всегда сопутствуют первомайской демонстрации. Сотни людей приезжают в центр города, чтобы выразить свою солидарность с трудящимися. Праздник все. Это моя жизнь, мой труд и вечный май в душе. И пусть у нас всегда будет май и над головой, и в душе, и в работе. Спасибо большое. Что значит 1 мая? Ой, да много чего значит. Во-первых, это мое детство. Во-вторых, это память. И главное, что это наши возможности доказать всем, что мы есть в Севастополь. У нас будет все хорошо, что у нас действительно будет и май, и мир. Закончатся войны, ну и труд. Это возрождение предприятий, работа людям, жизнь. Вы знаете, аж сердце трепещет. Я так рада, что такой праздник, такая хорошая погода, и все прекрасно. И чтобы в России. Севастополь встречает 1 мая в составе Российской Федерации уже в четвертый раз. В этом году шествие прошло под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь». Святослав Данилов, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя.